Новое имя на карте города. В Запорожье появилась аллея имени ректора ЗНУ профессора Вячеслава Толока. На торжественном открытии побывали и наши корреспонденты. Профессор Вячеслав Толок был первым ректором Запорожского государственного университета в этом статусе. Он руководил вузом почти 20 лет, за это время воспитав не одно поколение преподавателей и студентов. Поэтому реконструированные аллеи возле первого корпуса в университете вполне закономерно решили дать имя одного из главных людей в своей истории. К сожалению, нам не пришлось учиться, когда ректором был Вячеслав Толок. Однако студенчество всесторонне и духовно поддержало эту идею. У нас происходят ежегодные чемпионаты по мини-футболу в честь этого человека. Мы вспоминаем его каждый год на научных мероприятиях. Память живет, действительно, мы помним и очень благодарны за то, что нам сейчас приходится, точнее не приходится, а везет учиться в таком прекрасном Запорожском национальном университете. В рамках декоммунизации общества и отказа от прежних названий коллектив национального университета предлагает дать не только аллее, но и всей улице Лепика, на которой находится имя своего первого ректора Вячеслава Толока. Соответствующее обращение уже направлено в горсовет. Мы считаем, что все, кто планирует взять участь в процессе переименования улиц в нашем городе, должны не только выступить с этой пропозицией, но и взять участь в реконструкции, в ремонте улиц, для того, чтобы наше місто было красивым, наше місто было модерновым, наше місто было европейским. Чтобы не быть голословными, начать решили с себя, с университетского студгородка. Уже капитально отремонтировали два корпуса и еще завершили ремонт спортивного комплекса, причем своими силами студенческих отрядов. У нас были хорошие условия, нас и кормили, и проживание было в третьем общежитии. Нас всех, кто работал в втором отряде, поселили в третьем общежитии на лето, то бишь мы могли свободно ходить на работу, близко не надо было ездить. Была хорошая заработная плата, ну и как бы это же наш университет, мы здесь все учились и учимся, и поэтому мы делали как для себя. На следующий год в университете планируют реконструкцию возле третьего и шестого корпусов, а сегодня во время торжественного открытия по обновленной аллее имени Толока идут вместе преподаватели и студенты. Уверены, память о первом ректоре университета достойна занять свое место на карте города.